всем привет из солнечной калифорнии сегодня у меня суббота и поэтому у меня рубрика один день со мной сегодня будет просто увлекательный интересный день потому что мы с вами поедем в классное место для того чтобы насладиться одним классным мероприятием которое будет проходить прямо на пляже так что не переключайтесь и оставайтесь на моем канале сейчас я по традиции буду жарить и готовить блины поэтому сегодня решила снять для вас видео рецепт на эту тему хочу поделиться с вами этой информацией потому что блины получаются просто отменные расскажу немножко о ценах на продукты из чего состоят эти блины поэтому приступим с вами к приготовлению блинов сейчас я вам вкратце расскажу что я буду делать и немножко пройдусь по ценам вообще на такие продукты потому что это самые популярные продукты вот такая упаковка яиц магазине whole foods они очень хорошие неорганические но от этого они не становятся хуже стоит примерно 3 доллара 99 центов вот такое вот яйцо достаточно большой я думаю это первая категория мы будем использовать три яйца вот такой вот сахар 2 килограмма я его покупала за 399 в магазине target вот такая вот мука из whole foods здесь получается у нас два килограмма 27 граммов стоило порядка 5 долларов или 4 4 5 долларов я люблю все что связано с италией и покупая обычно итальянское масло вот такое масло рядом с моим домом в иранском магазине стоит 9 долларов здесь получается у нас 500 миллилитров очень вкусное качественное хорошая я люблю использовать гималайскую соль вот такая вот соль стоила 399 на 399 я ее покупала в магазине роз там бывают хорошие скидки на какие-то вот такие долгоиграющие продукты что мы с вами начнем сегодня делать и кстати вот еще блендер я купила недавно для того чтобы делать смузи и для того чтобы делать блинчики такой блендер мне обошелся в 25 долларов с одной колбой и с крышкой то есть эту колбу можно брать с собой куда-нибудь на работу или какие-то прогулки если ты куда-то идешь а еще я забыла достать молоко вот сейчас его достала такое молоко из whole foods стоит порядка три с половиной доллара но я обычно покупаю другое но моего любимого не было мне обычно покупаю органическое это пришлось купить она какое-то все равно сладковатое помните я говорил о том что все по моему продукты идут добавлением сахара но вот это молоко по моему с сахаром не знаю значит первое что я делаю я добавляю молоко вот в этот вот наш чудесный блендер я думаю что столько будет нормально добавляя молоко разбиваю туда 3 яйца кстати как-то раз я на своей работе когда пекла блины и отнесла своим коллегам на работу блины и они так впечатлились что одна моя коллега которая приехала сюда из марокко уже 30 лет назад сказала мне о том что дарья можешь ли дать рецепт а я-то все на глаз делаю я как бы не знаю как рецепт давать в этом случае сказала ей примерно на глаз что нужно 500 миллилитров молока по вкусу соль по вкусу сахар масло обязательно и муку тоже на глаз значит добавляю соль немножко просто для вкуса также сахар для вкуса на ваше усмотрение можете это делать я люблю послаще лично блины и еще кстати у меня к блинам сегодня будет сгущенка белорусская они я уже тоже рассказывала еще я добавляю сюда масло обязательно что-то для муки у меня осталось как-то мало места ну ладно буду добавлять понемногу и взбивать я уже варю себе кофе мы с вами взбили и будем добавлять еще понемногу муки хотя уже здесь как-то нету места обязательно перед тем как начать готовить первый блин я наливаю всегда масло хотя масло у нас внутри теста тоже есть я обязательно его сюда наливаю для того чтобы первый блин у нас не пригорал просто беру вот эту колбу откручиваю и прям отсюда буду сейчас наливать когда сковорода немножко раскалится так налили значит блин блинчик я переворачиваю ставлю сюда вот тарелочку и жду видите какой румяный блинчик получает ну что мои красивейшие блинчики готовы смотрите буду завтракать сейчас этими блинами со загущенкой еще сделала несколько блинов с ветчиной и сыром но уже их благополучно скушала поэтому буду наслаждаться видом на бассейн вкуснейшими блинами со загущенкой из беларуси окно что я уже вышла и еду на классное мероприятие которое будет прямо на пляже так что вы скоро увидите все своими глазами и я думаю что вам понравится и мне тоже что могу сказать меня у меня есть одна интересная история связанная с моей новой работой и хочу с вами ей поделиться значит у меня был такой странный заказ мне нужно было присматривать течение семи дней за кошками эти кошки находились прямо в моем доме в двухуровневой квартире если вы видели мои предыдущие выпуска я была максимально странная история с этими кошками они забронировали семь дней присмотра за этими кошками два раза в день нужно было ходить подкармливать их утром по 30 минут 30 минут утром 30 минут вечером давать им лекарства одно из них нужно было мазать лекарства в ухо и также подливать лекарства в корм что у меня немножко впечатлила и удивила что хозяева вообще почти не интересовались как дела у кошек но у них дома стояла камера и я как бы вела себя предельно аккуратно не проходила в их квартиру не нигде не ходила просто с краешку заходила на кухню брала еду для кошек кормила их уходила кошки шипели одна из них и в один момент одна даже меня пыталась укусить это было очень максимально странно на что они мне до того как я еще начала присмотр за этими кошками написали что в середине а ближе к концу седьмого дня получается где-то наверно на 6 день они сделали отмену этого дня и сказали что предка это их знакомая для того чтобы посидеть полностью целый день с кошками я подумал окей на седьмой день нужно было пойти еще раз и еще раз их покормить и все было бы хорошо когда был пятый день я подтвердила позвонила этим хозяевам сказала что завтра я не буду приходить все ли в силе на что ними сказали что да все в силе и что больше как бы приходить вообще в принципе не надо потому что как бы почему они мне не сказали сказать что мы окей типа все в порядке приходить больше не надо что спасибо мы очень ценим вашу помощь и спасибо вам большое за то что вы посмотрели за кошками давали им лекарства все такое я подумал что это было максимально странно и сказали что заплатят полностью за все время которое было забронировано что мне не нужно ничего отменять изменять какие-то даты после этого в последний день когда они должны были уже вернуться из отпуска я написала им здравствуйте все ли в порядке как дела у кошек на что они мне ничего не ответили также когда закрывается заявка они должны были оставить отзыв отзыв они никакой тоже не оставили хотя все предыдущие хозяева собак писали хорошие отзывы что они очень рады что именно я сидела с их животными что я уделял и много внимания все такое и что все животные были счастливы судя по фотографиям и вообще по настроению животных вот эта вот ситуация с кошкой мне немножко расстроила потому что я не знаю как реагировать и почему они могли так себя повести не оставить комментарии вообще не отвечать может быть у вас есть какие-то идеи почему люди так могут сделать напишите пожалуйста в комментариях потому что я честно расстроилась потому что я всегда всегда дружелюбно ко всем отношусь и если даже что-то мне не нравится я могу сказать допустим что вот то-то то-то к сожалению было не очень поэтому вот так получилось в уважительной форме конечно может быть у меня на канале есть люди которые просто обожают кошек или хорошо их понимают почему вот когда я заходила в квартиру одна кошка странно шипела на меня и когда вот она подходила к моей ноге и ластилась и хотела чтобы ее погладили когда я решила что нужно ее погладить она просто взяла и попыталась меня укусить может быть вы знаете ответ на этот вопрос потому что у нас семье нет никого кто понимает кошек мне никто не может объяснить что было не так спасибо в общем странная ситуация хотела с вами поделиться на эту тему так что конечно кошек я не очень понимаю и собак я обожаю а кошек ну нормально как бы к ним отношусь поэтому мое мнение о том что кошки странные не поменялось и я теперь думаю еще больше что они странные животные странные существа всем привет я уже на пляже я как только вступила ногой на этот пляж господи какая тут атмосфера стала когда наступила весна вот сегодня уже 1 апреля и люди просто как будто поменяли свое мировоззрение все стали кататься резко на великах все играют волейбол просто уже поставили зонтики на пляже загорают отдыхают кто на скейтах кто с собаками кто просто гуляет просто супер тут вот отель есть прямо на берегу яду и сейчас наши сперва что это не отель а просто какие-то апартаменты сдают в таком греческом стиле и номер здесь стоит по моему порядка полторы тысячи долларов в сутки то есть вот здесь прям океана вот это отель очень классно я кстати разговаривала со своими коллегами на работе спрашиваю которые живут здесь уже по много лет по 20-30 лет и спрашивала у них ходят ли они на пляж вообще они сказали нет мы не ходим 1 сказал что я вообще на солнце аллергия и она в принципе всегда мажется spf 50 принципе не выходит на пляж или если приходит то сидит под зонтом а вторая сказал ой нет вообще не хожу чё там делать отказом блин люди вы живете на океане и у вас есть такая возможность и вы туда просто не ходить ну наверное для меня это просто все в диковинку что можно ходить на океан отдыхать расслабляться и конечно тоже с белой кожей постоянно мажешь спф потому что у меня уже очень много веснушек я если честно забыла что мне надо масса спф и думала что вот в марте и феврале это не надо делать но оказывается я сняла видео как-то с утра в хорошем освещении и просто у меня на лице миллиард веснушек я теперь уже сожалею о том что я не сделала это ранее и не стала мазать спф вот сегодня я уже помазала конечно очень солнечный день яркий здесь просто можно сгореть и получить солнечный ожог на раз-два я всегда мечтала переехать жить в морю но тут мне случайно посчастливилось переехать жить на океан и я честно даже не планировала когда я выиграл green карту я не знала куда я поеду и просто случайно совершенно моя подруга жила вообще в другом районе лос-анджелеса далеко не на океане и она сказала что вот мы переезжаем в такой-то город хочешь ли с нами снимать жилье я сказал да и я даже если честно и когда она мне предложила ну погуглила даже не обратила внимание что это на океане и что какой-то плюс будет для меня жить на океане видите люди значит занимаются футболом каким-то не знаю на пляже еще что-то какие-то болельщики людям есть чем заняться я я не помню я показывал вам или нет что здесь живут суслики их тут просто огромное количество вот здесь вот прям вот на пляже вот это их домики и тут просто штук 100 не знаю на каждом углу они сидят кто-то у них смотрящий вот видите там вот в этих вот сотах есть дырочки они туда забегают и они там живут вот бежит 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 вот они очень сливаются с песком и у них такая маскировка вот один сидит прям в своем домике смотрите какой милый открою вам секрет куда я иду я иду на корги dog beach и уже здесь много корги вот они все эти люди идут на видимо на этом мероприятии вот еще корги господи я обожаю собак и я обожаю корги они очень милые и смешные и жопки пока я тут иду у меня уже инцидент произошел у меня наехал велик на мои новые кроссовки которые я купила в тот раз вот летим теперь мои кроссовки стали чуть-чуть грязные ну ладно ничего страшного главное что я жива и здорова и мне ничего не сломали поэтому конечно надо быть аккуратным без корги здесь господи какие они милые сейчас пойду поближе поснимаем господи тут все корги просто везде можно даже купить корги себе смотрите вот тут корги наверное штук миллион я не знаю все палатках я не знаю тут какой-то просто мания на корги я не знаю тут и даже не штук 100 тут наверно их тысячи штук тут приехали вот траки будут кормить всех голодающих для кто на этом мероприятии какой кайф господи это мой рай просто я приехала в рай это идеальное место для меня я готова просто тусоваться здесь весь день но мне сегодня привезут собаку скоро имя уже будет ехать домой вы смотрите сколько их еще и на океане и малыш и радостные а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Казался в наличии манговый смузи Теперь я, если иду в Макдональдс, всегда его покупаю В Америке очень популярная тема Называется Book Crossing Я не знаю, может вы слышали о такой Есть рядом с какими-то домами Личные ящички стеклянные И деревянные частично Что ты можешь подойти Взять какую-то книгу Прочитать ее и вернуть Либо взять какую-то книгу И положить какую-то взамен свою Чтобы люди Тоже читали И, так скажем, был книгообмен Иногда я что-то оттуда беру Вот взяла какую-то мотивационную книгу Как стать лучшей версией себя Посмотрим, посмотрим Поможет это или нет После того, как я съездила на Дог Сегодня на Дог Бич Там был Корги Дэй Фестиваль И это был просто мой рай Я хотела бы там целый день тусоваться Но мне нужно было срочно К двум часам ехать домой Потому что на два часа У меня была назначена встреча С хозяином собаки Которая Которая получается Сейчас у меня дома На два дня Ну, на одну ночь получается На два дня До завтрашнего дня Маленькая собачка Зовут ее Лексия Десять лет Первый раз какая-то собачка Была грустная Когда хозяин ушел Она сидела около двери И целых, наверное, минут 15 Не хотела Не хотела отходить от двери Бедная Мне так ее жалко стало Такая Грустная без хозяина Хозяину надо было по делам Каким-то уехать Бедная Но все равно Они заботятся Считая о своих животных Не просто оставляют их дома Один в одиночестве На одну ночь А реально отдают кому-то Чтобы за ним Был присмотр Чтобы с ним погуляли И так далее Вот После того, как я Взяла эту собачку Я быстренько поела Пообедала Купила, кстати, в Костко Вареники Представляете Вареники с картофелем и сыром Они уже были готовы Их нужно было только поджарить На сковородке Я их быстренько пожарила Поела и вышла Потому что у меня была назначена встреча С хозяевами собаки Сейчас я вам расскажу Про эту собаку Значит, это собака С которой С хозяевами Которые я сегодня Виделась У меня была сегодня 30-минутная прогулка За 20 долларов С собакой Эта собака была спасена Из Китая Где в Китае Ее хотели съесть Когда она была еще Щеночком У нее проблемы с пищеварением У нее проблемы с зубами Потому что Ее не кормили нормально И ее просто выращивали Для того, чтобы Ее потом съесть Если честно Эта история Меня так шокировала Я вообще Не понимаю Как можно есть собак Ну вообще В принципе Конечно Есть животных Это не очень хорошо Но как можно съесть собаку Я вообще не понимаю Она же Блин Она же милая Добрая Хорошая Ну в общем Не знаю И эта собака Теперь всего боится Потому что Она там сидела В каких-то В клетках Набитых Просто собаками Которых выращивали На убой И Это есть Всемирная Организация По спасению собак И вот они Спасли эту собаку Получается Из китайского Из китайского Какого-то там Учреждения Поэтому Чтобы мне Взять эту собаку Домой Ее хозяева Хотят уехать куда-то На 5-6 дней Мне нужно Сперва С ней познакомиться Они сказали Что они хотели бы Несколько раз Чтобы я погуляла С собакой А потом Еще взяла ее Несколько раз На один день На ночевку Себе домой И только потом Они смогут ее Оставить мне на 6 дней Такие дела Поэтому я с ней Познакомилась Она Неплохая В принципе Боится всего Но ко мне Нормально отнеслась В принципе Подошла Я ее погладила Она мне Полизала мне руку В принципе По реакции собаки Было видно Что она нормально Реагирует Вот такие вот дела Поэтому Будем видеть Поэтому увидим Что будет дальше Сейчас я иду домой Меня там ждет Вот эта малышка Буду с ней сидеть Вечером Пойду с ней погулять Вот мой день Сегодня Был классный Я просто в восторге От собачьего пляжа С гигантским количеством корги Я думаю Что вам тоже понравилось Поэтому увидимся В следующих выпусках Спасибо, что были со мной Так что пока Пока